Ну чё, друзья, пришло время, как обычно, вывести на чистую воду нечистого человека. Это программа Лох Патруль, в которой мы разоблачаем всякие лохотроны и прочее дерьмо, которое насыплется. Как обычно, сижу, я такой никому не мешаю, смотрю Спанч Боба и вижу тут объявление. Это маленькая хитрость, так-так-так-так. Кликаю на неё и тут понеслось. Я даже, как вы видите, уже провёл некоторое исследование. Сегодня будет интересный выпуск, а не забывайте сразу поставить лайк, потому что в этом Лох Патруле звук не пропадёт. Надеюсь, надеюсь, я не знаю, в Ютуб сглючил в прошлый раз, да и хер бы на него, как говорится. А тем временем на сайте gamescase.store отличный выбор игр по дешёвым ценам. Причём, смотрите, вот вы одну игру покупаете, смотрите, цены-то какие, ёп, РСТ. Вторую игру получаете бесплатно, купи игру, вторую бесплатно, нажимаем сюда, узнаём подробности, приобретаем дешевле, чем в Стиме, КС-ка за 79 рублей. А? И вторая игра в подарок. А? А? Ссылка под видео. Ну что ж, а мы с вами... Так, так, это рано, рано, рано сюда идти. Сейчас мы ко всему вернёмся. Что ж, поехали посмотрим нашего замечательного человека. Так, Quantum System. Хорошо, Quantum System. Окей. Огромные суммы. Картинки из интернета, кокипасты, ладно. Его стопить можно, надеюсь? Да. А про белом? Про белом может. Класс. Меня зовут Евгений Абрамов. Здорово. Да. Я и за тот парень, о котором вы можете прочитать Forbes и других экономических журналов. Смелое заявление, я вам сразу скажу. Постановочный такой немножко ролик. Личный вертолёт. Я сперва подумал, что это вообще какой-то хромакей, ссаный. Но нет, это действительно арендовали ребята вертолёт, чтобы снять ролик. Ролик снят явно на камеру Red. То есть, очень качественно. Это Quantum System, бинарные опционы, я так понимаю, да? Или что это такое? Всем проверено. Политика конфиденциальности. Ну, слушайте, действительно, сайт проработан. Задать вопрос специалисту, ого. И сразу же насчёт Forbes. Ой, подождите, я только попытался перейти с сайта. Мне уже, скажите, нет, неопределённости. Получите вип-доступ. Сразу такая крупнейшая сумма обведена ещё, знаете, чтобы... У меня на подкорке мозга отложилось, что я стану триллиардером. Сикси-риллиардером, как только Сикель свой зарегистрировал на этом сайте. Видите, имейл, да-да-да, и меня начнут сразу с памяти. Я знаю, как это работает. Нет, подожди, подожди, товарищ миллиардер. Мы зайдём на Forbes. И загуглим в поиске 20 богатейших бизнесменов России. Окей, по запросу Евгения Абравов. Выдаёт. Но, как только мы сюда переходим, нажимаем, как там, Ctrl-F. Ctrl-F, да. Абрамов. Вот, смотрите, уже даже у меня стоит. И начинаем щёлкать. Что мы тут видим? Так, Роман Абрамович. Роман Абрамович. Так, тут что у нас? Александр Абрамов. Это не Евгений, нет. Александр Абрамов. Опять Абрамович. Роман Абрамович. И что тут ещё? Я даже не вижу, что он выделил. А, Роман Абрамович. Вот опять. Короче, в Forbes, в журнале Forbes, на сайте Forbes, я везде посмотрел. Нигде не упоминается некто Евгений Абрамов, который вчухивает мне вот эту вот хероту каждый раз. Мне приходится её закрывать. Так что, ну это реально как-то уже изначально попахивает наебаловым. Вы меня извините за выражение. Но, по-моему, нам втирает какую-то дичь. Что ж, давайте посмотрим весь ролик и посмотрим, как это работает вообще. Как ведутся люди на это. Давайте позовем. Меня также называют русским волком с Уолл-стрит. Русской залупой с Уолл-стрит, потому что на Forbes вообще ничего нет, дружище. Самым быстрым миллионером. Почему же меня так называют? Ну, потому что я люблю деньги. И, как вы видите, зарабатываю очень даже неплохо. Слушайте, я тоже люблю деньги. Но не могу сказать, что я неплохо зарабатываю. Но я тоже люблю деньги. Почему меня не называют русским, не знаю, шакалом хотя бы с Уолл-стрит? Это мой личный вертолет, и я только что вернулся из одного из своих многочисленных... Да, да, личный передолет. Да, я люблю путешествовать и делаю это каждый год. Каждый год, камон. Даже я путешествую два или три раза в год, хотя я не миллиардер. Ну, я был когда-то миллионером, но сейчас я даже не миллионер. И то умудряюсь как-то путешествовать два-три раза в год. А ты миллиардер каждый год, раз в год, на своем собственном вертолете. Что-то нестыковочка в сценарии какая-то. Кто писал сценарий, пусть подумает об этом. Я могу себе это позволить. Но я не из тех жалких... Вообще, нахуя летать в путешествии на своем вертолете? Это же геморрой, надо получать разрешение на пересечение, типа, воздушного пространства с другой стороны. Гораздо проще на чартерном рейсе путешествовать. Миллионеров, которые зарабатывают нечестными способами и никак не могут насытиться деньгами. Ути-пути-кути, какой няшечка. Смотрите, остальные нечестными способами. А мы сейчас честный увидим. Я вижу уже прямо честность прям пышет из его глаз. Я большой филантроп. И я регулярно... Незонтроп, я бы сказал. Да, я пока что не Билл Гейтс и не Джордж Сорос или Уоррен Баттер. Но я стремлюсь быть такими же, как они. А может, даже и лучше. Ну да, лучше. Я думаю, что Билл Гейтс именно бинарными аукционами и заработал. Кстати, мы сейчас, собственно, сидим и смотрим этот ролик в программе, написанной компанией Билла Гейтса, то есть в Microsoft Edge. А ты чего добился, мой друг, которого нет на Форксе? Пиздишь, пиздишь. Ладно, ладно, давай. Я хочу полагать людям, как и эти всем известные миллиардеры. Ну да, и поэтому ты создал программу по отмыванию денег у бедного населения. И я надеюсь, что мое имя скоро будет наряду с ними в списке крупнейших килотропов мира. В списке крутейших актеров мира, мне кажется, твое имя будет, дружище. Я являюсь соучредителем фонда помощи детям-сиротам, а также постоянно помогаю больницам. В прошлом месяце... Ну-ка, ну-ка, интересно, в прошлом это в каком? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мы заказали из Германии современное оборудование для детской больницы на сумму почти в 200 тысяч долларов. Это для какой детской больницы? Просто понимаете, 200 тысяч долларов заказал меценат для больницы, это серьезное заявление. Я поэтому специально полез в Яндекс.Новости. Где тут? Нет, вот, новости. Яндекс.Новости. Евгений Абрамов, наверняка, это где-то в СМИ, это бы осветили, камон, 200 тысяч в прошлом месяце на больнице. Я долго лазил по новостям, по разным новостным сайтам. Нигде не написано ни про какого Евгения Абрамова или про его сайт, опционы про его, как он там называется, Quantum System. Вообще нигде про это ничего не указано. Поэтому это тоже, наверное, немножечко так, ну, чуть-чуть вранье, так скажем так. Немножко такая лгунишка так немножко. Ну, мне так кажется, это мое личное осуждение. Итак, потихоньку, шаг за шагом, я стараюсь сделать мир лучше. Да, начал с отъема денег у бедных, окей. А нас просто, друзья, я вам сразу скажу, нас пытаются спровоцировать на спонтанную покупку, как это называется там, спонтанная трата. Ну, короче, когда человек слушает, 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 такой, ай, куплю, и покупает. Вот, называется спонтанная покупка, по-моему. Я не очень силен в терминологии, но суть вы поняли. Ведь мы в нем живем и достойны лучшего. Возможно, вы даже читали обо мне и именно так попали на этот сайт. Ну, конечно, мы читали, мы пытались, я бы, я бы почитал, вот честно, я бы почитал. Ну, ну, как-то вот, не срослось. Как бы там ни было, сегодня ваш счастливый день. И я хочу поделиться с вами своей историей успеха и помочь вам стать таким же успешным, как и я. Своей историей болезни, окей. И я ничего не хочу замен. Да, мне абсолютно ничего не нужно от вас. Какая-то типичная схема. Помните, мы смотрели вот тоже алгоритм Ковалева или как-то так называется. Там тоже чувак, да я вообще богатый, блядь, мне от вас ничего не надо. Я просто вот такой добрый. Я просто один хороший миллионер, все вот остальные миллионеры, пидорасы и хуесосы. А я Дартаньян, понимаете, Дарт Вейдер Ян. Если вы читали обо мне Форбс, вы знаете, что я... Да где Форбс-то, сука, пальцем покажи. Я американский Форбс читал. Нет там тебя, ты врешь. Ты актер. Ты не миллионер, ты актер. Я бескорыстно помогаю людям зарабатывать большие деньги. Мне нужно всего несколько минут вашего времени. И прямо сейчас... Окей, ты уже потратил 9 минут моего времени. Ну, на монтаже выйдет покороче, наверное. Но я уже 9 минут смотрю. Вам, как вы сможете заработать такие же деньги, как я. Вы видите это? Это все обычные люди. Без... Хуй на блюде. ...особых навыков. У них совершенно не было денег. И я превратил их в миллионеров. Вы сможете зарабатывать по 5 тысяч долларов в день, начиная с сегодняшнего дня. Короче, давят на то, что мы типа такие нищеброды все такие. А, еле сводим концы с концами. Мы, понимаете, по его... Это зомбирование как работает? Мы должны себя почувствовать ущербами. Мы должны такие, блядь, да, мы реально такие бомжи. А он такой хороший, смотрите. Таких же, как я, бичей сделал людьми. То есть вот так работает эта агитмашина. Более 200 человек уже могут это подтвердить. Это абсолютно бесплатно и очень просто. Поэтому пойдем со мной. Я расскажу вам, как добиться того же. Камон, сейчас произойдет то, что я думаю. Мы готовы, Анна? Конечно. Только после вас. Спасибо. Конечно. А рассказать про свои опционы ты можешь только в частном вертолете. Блядь, вот начать на взлетной полосе, чтобы потом продолжить рассказ в вертолете, это для чего делается? Я скажу, ребят, для чего это делается. Для того, чтобы мы почувствовали, насколько мы ущербны. То есть человек рассказывает нам, ну так, подачку там такую кидает. Типа, как мы можем стать более-менее вменяемыми, уважаемыми людьми из личного вертолета. Типа, мы-то по земле все ползаем. Вы понимаете, да, как работает схема? Окей, давай, давай, давай. Садись. Саша Спилберг его посадил в вертолет и полетели. Давай. Надеюсь, он летает на вертолете хуже, чем в GTA 5 летал я. Тогда бы видео быстро закончилось. Я наебу вас всех, а меня ждет успех. Попою я лучше песню для вас, для всех. Я сейчас поди голову в офису Quantum City Match, чтобы впервые на камеру показать, как обычные люди зарабатывают миллионы. Знаете, вот на самом деле была англоязычная такая штука, называлась Quantum Cell, по-моему. Я про нее слышал довольно давно уже. А это русский аналог вот этого Quantum Cell, но он называется вот немножко по-другому. Локализовали. И там тоже чувак рассказывал речь, но он не на фоне вертолета, а на фоне частного самолета. Короче, чисто клонированный ролик вот той англоязычной наебательской системы. Да, миллионы рублей, благодаря очень крутом программному обеспечению. Во! Опять, алгоритм Ковалева, наверное, у нее тоже установлен. Он нас обманывает, это все алгоритм Ковалева. О котором никто никогда не слышал. Да, блин, что за неведомая хуйня, никто никогда не слышал. Ну ладно, давай. Расчеты на сумасшедших скоростях. Если у вас есть финансовые проблемы, вы никак не можете с ними справиться и... Да, если у нас нет финансовых проблем. Вы ищите выход из этой ситуации, то вы уже на правильном пути. Я помогу вам бескорыстно. Все, что мне нужно, это несколько минут вашего времени. И еще один нюанс. Мы покажем это видео только сегодня. Поэтому оставайтесь с нами. В смысле только сегодня? Я вчера смотрел это видео, когда думал, снять лох-патруль на это или нет. Я вчера сюда попал. То есть вы каждый день так говорите? А, лохотрон, я забыл. Забыл, извините, ребята. Ну вылетел как-то из головы, что нас наябывают. Простите. Да-да-да. Продолжай, продолжай. Ведь очень скоро это видео будет недоступным. Да-да-да. Вы когда-нибудь задавались вопросом? Да. Почему богатые становятся еще богаче? Хотите знать, как некоторые из самых богатых людей в мире и их богатые, влиятельные друзья зарабатывают деньги? Над рублевочкой кружит еще такое. Или над барвихой. Прошу вас, не слушайте, что они вам говорят. И верьте ни единому их слову. Это все чистая вода и ложь. Ладно. Давайте забудем об этих нечестных, жадных миллиардерах. Мне даже тошно о них говорить. Ладно, подайте, пожалуйста, мой ноутбук. Я Халк. Спасибо. Че, подождите, я с ума начинаю сходить. А, ноутбук ему принесли? Окей. Посмотрите на имена в этом списке. Посмотрите, сколько они зарабатывают за ним. Спасибо, я у... А, ладно, приблизил. Это че, Excel? А, ну ладно. Приблизительно. Слушайте, а я могу прямо сейчас вот открыть Excel и, короче, такую же хуйню накатать. От 5 и до 40 тысяч долларов в день. Теперь вы понимаете, почему... 40 тысяч долларов в день. Камон, че ты лечишь? Как это вообще? Это невозможно. Некоторые из них, включая меня, в состоянии позволить себе собственный вертолет и множество других вещей. Арендовать вертолет можно в Москве. Я даже знаю, где. Мы прямо сейчас можем забить аренду вертолета в Москве. И там, ну, сами проверьте, выйдет. Но я не хочу сказать, что вы хуже этих людей. Никто из них не лучше вас. Они умнее вас и не лучше учились. Они все... Да, еще вот смысл этих локотронов. Даже если вы тупая обезьяна, вы все равно будете зарабатывать 40 тысяч в день. Нет, это не звучит наивно. Камон, нет. Это... Да, именно так. Вот Билл Гейтс, он был тупой обезьяной. Поэтому он заработал столько денег. Не, он не разработал операционную систему, там, в самом начале. Стив Джобс тоже, он не разработал компьютер. Он просто был тупой обезьяной и скачал себе программу какую-то там для абака или для арифмометра. И, короче, заработал кучу денег. Так это и было. Зачем нам показывают сексуальную брюнеточку, кстати, я буду, правда, симпатичная, которая второй пилот. Я получил сообщение от одного парня, с которым поделился с системой, который начал вам рассказывать. Ахахах, так случайно. Ну так, совершенно случайно, летя в вертолете. Получил сообщение от парня. Так звезды так сложились. Ну куда мы почитаем? Чего парень-то пишет? О, какая реакция. Охуеть. Смотрите на это. Здравствуйте, Евгений Александрович. Здравствуйте. Переполняет эмоции. Ну как кто? Кирилл Луженко. Раувов Майл.ру. Ну, ребята, вы знаете, что делать, да? Я просто не могу не поделиться с вами одной радостью. Ну, конечно. Вот каждый ему так пишет. А куда пишет? Он имейл где-то указал или что? Как, куда он ему пишет? Сегодня я заработал еще 8 тысяч долларов. Это пруф. Вы бы еще скриншот у нотариуса заверили, чтобы, блядь, подостовернее смотрелось. Гербовая печать на гербовой бумаге. Просто фантастика. Моя жена сейчас плачет от счастья, ведь мы в жизни столько не зарабатывали. Вы полностью изменили нашу жизнь. Огромное вам спасибо. Блядь. Вы даже не представляете, как классно я себя чувствую, когда читаю такие сообщения. Да мы видим, прямо эмоции переполняют. У тебя эмоций чуть больше, чем актерской игры. И в последнее время я получаю довольно много таких. Продолжайте смотреть это видео, и я уверен, что скоро получу нечто подобное от вас. Почему? Да, а куда слать-то? Эмейл оставь, мы тебе сейчас напишем. Ну, спросите вы. Это все благодаря тому, что мы называем Quantum System. Вы узнаете обо всем, начиная с команды, которая разработала эту программу много лет назад. Мы сейчас говорим только о единственном, 100% гарантированном способе, который позволит вам получать прибыль каждый день. Каждый день. Неограниченная прибыль, неограниченное время. То есть, блядь, ну насколько это наивно звучит. Я не знаю, надо быть пятилетним ребенком. Бесконечная прибыль, бесконечное время. Камон. Кто в это поверит? Блядь, в здравом уме. Ладно, мы помним, нас провоцируют на спонтанную покупку. Хотя бы из интереса, знаете, там, типа. Ну, ладно, давайте я куплю, вложу в ваш опцион 100 долларов. Окей, хочу посмотреть, что будет. Ой, ваш опцион проиграл. Ну, ладно. И вот знаете, вот 50 человек по 100 долларов, это уже сколько? Это очень много. И сегодня я предоставлю вам возможность получить эту систему бесплатно и навсегда. Я ничего не хочу от вас. Да вы только посмотрите вокруг. Ну, у меня все есть, и мне действительно ничего не нужно. Особенно ваши деньги, заработанные таким трудом. Ну, совсем не нужно, да. Ну, я так, блядь. Извините, бомбит. Турецкий бомбит. Мы скоро пойдем на посадку. Приготовьтесь, пожалуйста. Приготовьтесь, пожалуйста. А, так это телка-пилот? Я бы с ней попилотировал. Ну, Ира не разрешает. Спасибо, Анда. Ну, что же. На здоровье. Мы скоро приземлимся. Кушай, не обляпайся. Я уверен, вам понравится. Я уверен, мы скоро приземлимся. Надеюсь, что прям. Нравится то, что я покажу. Давайте отправимся прямо в головной офис Quantum System Management. Ну, давайте. Давайте. Давайте отправимся. Сейчас познакомить вас с ребятами, которые могут изменить вашу жизнь уже сегодня. Не через год и не через месяц. А что у них офис где-то в лесу? Смотрите, это же реально. Там лес какой-то, поле, флаги торчат. Они не могли себе в центре Москвы офис делать, если они такие миллиардеры? Почему в лесу? Именно. В ангаре. Почему? Ну, ладно, Бэха стоит хотя бы. И то неплохо. Сегодня это те ребята, которые изменили жизнь уже более 200 людей, которых мы видели в том списке. Всего 200? 200? Камон, я думал, там 200 тысяч людей уже обогащаются. А всего 200 человек? Так подойдите, в позапрошлом году тоже было 200. Я же видел уже эти опционы. Я же не в первый раз их вижу. А что их не прибавилось с позапрошлого года? Ну, ладно, ок. Меня, еще некоторых довольно богатых людей. Может быть, вам даже знакомы... Довольно богатых актеров. Некоторые имена в этом списке. А сейчас самое лучшее из всего этого. Самое лучшее из всего этого, это заебатые ракурсы съемки. Уж оператора, что-что, оператора, они взяли неплохого. Он реально неплохо снимает, хорошие ракурсы, все выглядит дорого-богато. Это здорово. В этом вы молодцы, чуваки. Абсолютно бесплатно. Так что неважно, есть ли у вас копейка за душой или нет. Поэтому смотрите внимательно. Мне показалось ли, он ехал сперва на пассажирском сидении, его снимали, а потом на водительском. Тут никакой перемотки нет, нельзя перепроверить. Потому что я готов поставить тысячу на то, что это видео гарантированно изменит вашу жизнь. Чё, блядь, чувак? Ты только что сказал, что ты ворочишь миллиардами. И ты готов поставить тысячу? Хорошо, я принимаю пари. Давай тысячу. Сверчки. Ну, конечно, никто не дал тысячу. Конечно! Я собираюсь показать вам то, что уже принесло более миллиарда рублей. Ой, я видел это задание, я знаю где-то. У вас есть возможность урвать кусочек этого многомиллиардного пирога. Трактор на заднем фоне вообще подчеркивает гламур всей этой картины. Здравствуйте, Евгений Александрович. Доброе утро. Ой, Евгений Александрович, рад вас видеть. Я только вернусь в путешествие. Здравствуй, Андрей. Да, вот только прилетел и сразу же отправился в любимый офис. Да. Мне кажется, в сериале «Менты» актерская игра лучше. Хочу показать людям, как вы тут работаете. А, ну да, вы же обожаете путешествия на своем-то вертолете. А, ну да, надо еще раз об этом упомянуть. Мы же не поняли, что он на своем вертолете летает. Вот надо, блядь, упомянуть еще раз. В «Стервочках» лучше была актерская игра. Да, ты прав. Я люблю это дело. И поэтому полностью... Люблю это дело! ...которая работает для тебя 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, как нельзя кстати. Ну да. Что ты это объясняешь, блядь, чуваку, который сотрудник этой конторы? Вы счастливый человек. Я рад, что вы уже вернулись. Парни хотели показать вам результаты, которые они получили, тестируя новую версию программы «Квантом Систем». Систем. А, еще через «Аквариум» сняли, он еще посмотрел в «Аквариум». Блядь, вот постановка очень хорошая. Режиссер-постановщик, оператор. Ребята молодцы. Вот им респектоз. Очень классно сняли. Лучше бы они русское кино снимали, серьезно. Годное русское кино. Я думаю, вам понравится. Да не только вам. Все любят деньги, особенно, когда получают их бесплатно, да? Согласен. Блядь, поэтому давайте, да, мы знаем, как получить деньги бесплатно, поэтому давайте поделимся. Если бы я, ребята, узнал способ, я знаю пару способов, как получать легкие деньги, но хуй я поделюсь когда с кем-нибудь, камон, зачем плодить себе конкурентов. Вот вас там 200 человек, вот и сидите молча, зарабатываете. Для чего вы делитесь? С какой целью? Ну нет, не для того, чтобы отжать деньги вновь пришедших, а для чего? Ну, просто мы добрые. Просто мы добрые, да. Хуйна. Уже не терпится посмотреть. Если новая версия программы окажется еще более прибыльной, то люди, которые смотрят это видео, влюбятся в нее с первого взгляда. Ну что ж, я жду, не дождусь. Очень длинное видео, я жду, не дождусь совершить спонтанную покупку, хочу купить, купить, купить. Нет, нет, хочу посмотреть. Ладно, Андрей, я буду через минуту. Сейчас я хочу показать, чем мы тут занимаемся. Хорошо, босс. А, так это босс. Это босс объяснял подчиненному, что программа хорошая. Окей. Старенький макбук. Ну ладно. Итак, почему я назвал свою компанию и систему Quantum System? Потому что, как я уже говорил, это стопроцентно гарантированный способ получать прибыль каждый день и всегда. Блять, где логика? Я назвал программу Quantum System, потому что она приносит деньги всегда. Почему тут Quantum? Это какая-то квантовая механика или что? Почему? Ты ни хера не объяснил, я не понял сути происхождения названия. А, я знаю почему, потому что это Quantum Cell, американская лохотронная система, и ты просто ее локализовал в России, поэтому ты назвал ее Quantum System. Окей. Да, всегда неограниченная прибыль, неограниченное время, без потерь и проигрышей. Деньги будут поступать вам на счет постоянно. Причина, по которой мы никогда не проигрываем, довольно проста. Наша система работает быстрее, чем кто-либо другой. Так что мы всегда на шаг впереди любого человека или машины, который размещает сделки на рынке. И не важно, какой это рынок. Вот почему мы назвали нашу систему Quantum System. Все равно не понял, почему. Я смотрел фильм, блин, забыл как называется, где чувак импортировал свой мозг в компьютер, и потом он начал торговать на биржах, короче, с феноменальной скоростью и стал самым богатым. Он себе построил такую ферму из солнечных панелей, короче, там у него был искусственный интеллект. Не помню, что за фильм. Годный фильм, посмотрите, если не смотрели. Загуглите. Наверное. Вам интересно, почему вы никогда не слышали об этой системе раньше? Да, интересно. Ладно, я слышал. Но большинство нет, не слышали. Почему? Почему? Почему по первому каналу не показали? Разработка Сколкова. Ты такой довольный. Можно я почешу тебе носик? Учий лапочка. На самом деле, вы слышали. Она... В смысле? Видишь суслика? Его нет. На самом деле, он есть. Писали во многих экономических и технологических журналах. Не хочу спойлерить, но я просто забил вот этот Quantum System, и большинство того, что я вычитал, что это наебалово. Ну, может, мне просто не те новости попадались, не те статьи, не те публикации. Ну, как-то вот так вот сложилось. Не знаю почему. Просто вы не знали людей, которые этим занимались? Анонизмом. Кроме того, богатые люди обычно не любят делиться своими секретами и... Вот именно! Вот! Ты сам подвел к этому, чувак. Так почему ты рассказываешь нам об этом? Че за дичь? Из-за своей жадности. К сожалению, большинство из них чувствует себя лучше, когда видят, как вы вкалываетесь с 9 до 5 каждый день. А ты че, особенный у мамы? Едва сводя концы с конца. А, мама сказала, что он особенный, и он решил со всеми делиться. Или его Робин Гуд в жопу подстрелил. Нет, даже Ира пишет ватсап, наверное, про него что-то. Про актера. Но я... Ладно, мужик-то просто актер, ему заплатили, он играет. Ну, камон. Не такой. Я не хочу быть таким... Я не такой, я глупый. Кими, как они. Вот почему я позволил людям, у которых совсем не было денег, пользоваться нашей системой. Просто я и сам знаю, что значит быть бедным. Из-за всех сил... Золотой вы человек, Анатолий Венедиктович. ...нараться на эти деньги, чтобы прокормить своего маленького ребенка. Я ведь тоже был таким когда-то. Я же мать, я же отец. Это было много лет назад. Но об этом позже. Нет. А сейчас позвольте мне показать кое-что. Да. Ну-ка, ну-ка. Это почти пид. О, это же Телебанк, ВТБ-24. 14 миллионов долларов. Мастер счет в долларах США. Так, что еще там у него есть? Ну-ка, ну-ка. Три недели операции. Операция по карте. РФ, оплата товаров. 8 тысяч долларов. Мастер счет в долларах США. Ну, это фотошоп, наверное. Поступила за... Сколько? 1 сентября, 30 октября 16-го. Прошлый год. Поступила 400 тысяч долларов. Неплохо, неплохо. 15 миллионов долларов. Выглядит неплохо. Не правда ли? Да, неплохо. Но я бы зафотошопил даже 26. Вот так, навскидку. Я бы и 36 зафотошопить смог. Еее. Это только один из моих счетов. В смысле один? А мастер счет в рублях что затер? Там 1300 рублей у тебя? Но я такой не один. Есть и другие миллионеры, которые используют нашу программу Quantum System. А ВТБ об этом знают? И хотя я и зарабатываю больше 3 миллионов долларов в год, некоторые зарабатывают... В смысле? Подожди, 3 миллионов долларов в год. У тебя 14 миллионов. Сколько лет ты пользуешься этим Quantum System? Ты начал им пользоваться, когда еще интернета не было, что ли? С 2000 года? Что-то какая-то пиздоболе, мне кажется, не? Или может ты зарабатывал 3 миллиона долларов в год последние несколько лет, а потом украл что-то? Зарабатывают гораздо больше. Я хочу, чтобы вы поняли, что эта система дает вам не только хорошую прибыль, но и свободу. Сейчас я собираюсь отправиться с вами туда, где мы с командой обычно собираемся и обдумываем, как можно усовершенствовать программу. Там... Сука, блядь, так долго ты рассказываешь, чувак. Я уже хочу выключить, но так интересно посмотреть, что же там команда разрабатывает. Давайте мельком глянем и, наверное, закончим, потому что у нас выпуск идет уже 28 минут. 28 минут запись. Мы проверяем, как обстоят дела с моим счетом, а также... В смысле? Там вся команда проверяет твой счет, а ты что, не умеешь? Заходишь на сайт ВТБ, короче, вводишь логин, пароль, тебе приходит пуш-уведомление, вводишь пуш-код, и открывается у тебя ВТБ онлайн. Это наших пользователей. Я только что научил его пользоваться ВТБ 24 онлайн. Чтобы убедиться, что все работает без сучка, без задоринки. Я купил это здание пару лет назад, чтобы все наши сотрудники работали вместе в одном офисе. Пару лет назад? Подожди, ну пару лет назад у тебя уже было 12 миллионов долларов. Ты что, не мог раньше здание своим сотрудникам купить? Серьезно? Что-то нестыковки какие-то в истории вообще. И могли улучшать Quantum System. Но перед тем, как я представлю вам свою команду, позвольте представиться им... Команду-манду. Нет. Меня зовут Евгений Абрамов. Да камон, ты уже представлялся раз 10. Давай еще раз представимся. И у меня есть вертолет, на котором я путешествую, да? И я, генеральный директор и основатель компании Quantum System Management. И хотя благодаря этой программе я и мультимиллионер, я был не первый, кто с ее помощью заработал сумму шестью нулями за год. Я работал в крупной инвестиционной фирме в Москве. Мы заботились о портфелях активов многих известных инвесторов в нашей стране. И зарабатывали огромные деньги. Как раз столько, сколько я показывал вам ранее. Многие из них... Я просто забыл, сколько там на фотошопе или даже не знал, потому что наверняка сперва меня снимали, а потом уже на монтаже фотошопили. Поэтому я сказал, сколько я вам показывал ранее. Я же не знаю, сколько там на фотошопе монтажер. Многие зарабатывают от 5 до 50 тысяч долларов в день. 7 дней в неделю. Все. 5 до 50 тысяч долларов в день. Секунду, у меня вот кое-что интересно. Окей, 5 тысяч долларов в день умножить на 365. Это 1,8 миллиона. 50 тысяч умножить на 365. 18 миллионов. Что-то как-то разница с теми суммами, которыми ты зарабатываешь год. То есть у тебя какие-то лошки, которые сидят, зарабатывают 18 миллионов в год, а ты всего 3 миллиона в год? Зачем тебе такая программа? Зачем тебе такие друзья? Выгони их нахуй, работай сам в своей программе. Как по маслу. Без потерь. Корочку отодрял, и там как по маслу. 100% выигрышей, 100% гарантии. Ну, не, ну, блядь, ну, серьезно, надо было сказать, дайте там, 96% выигрыша. Это было бы правдоподобнее, но 100% выигрыша, это как-то уже ко-во-во-во. Это знаете, как Буратини сказали, монетки зарыть, вырастет монетное дерево. Вот то же самое. Не-е-е. Все просто. Благодаря работе нашей программы, которую я разработал вместе с командой технических гениев со всех уголков страны. Чувак, извини, но ты не похож на человека, который разрабатывает программы. Я и сам разрабатывал программы, я видел людей, которые разрабатывают программы. Ты не один из них. Я знаю, что вы, скорее всего, никогда в жизни не торговали, и вы ничего не знаете о трейдинге. Да? Ну, это нормально. Конечно, даже если вы обезьяна, вы все равно сможете торговать 50 тысяч долларов в день и 18 миллионов в год. Да это нормально. Даже для обезьяны. По правде говоря, я тоже мало знаю о трейдинге. Ха-ха-ха-ха-ха. Чё, камон. Но написал программу для трейдинга. Я нихуя не понимаю в трейдинге, но написал программу для трейдинга и теперь являюсь генеральным директором этой компании. Но нихуя не знаю о трейдинге. Блять. Чё? Чё? Ну как? Как? Че за дичь? Кто писал сценарий? Ребята, пересмотрите свой сценарий. Дичь какая-то. Потому что мы создали новую концепцию зарабатывания денег Вместо того, чтобы изучать рынки в течение многих лет. Мы написали программу, но как, если для того, чтобы написать программу, работающую с рынками, надо знать, как работают рынки? Да не, нахуя? Да нахуя там цифра выжжу, я, короче, жму там цифра другая. Я посмотрел плюс, написал или минус, и, короче, там все пошло-поехало, короче. Тратя на это 12 часов в день, пытаться предсказать, что произойдет, и по-прежнему ошибаться в большинстве случаев, я понял, что все это можно обойти с помощью точной формулы. Формула Крабсбургера, блять, она у него в бутылке где-то в глобусе спрятана, или в будде, вот где-то там, или в часах. И, конечно же, на телевизоре горит Quantum System. Че еще посмотреть у себя в офисе, как не логотип своей фирмы? Я не говорю сейчас о знании рынков, акций, бинарных опционов. А, бинарных опционов. Забудьте обо всем этом. Я говорю сейчас о технологии. Какое-то говно на лепо. Именно о правильном программном обеспечении, которое работает на вас и дает 100% результаты. Слушайте, а есть 200%? А то как-то уже как-то что-то мало мне уже станет. Наша система Quantum System на 100% автоматизирована. И программа работает для нас 24 часа в сутки, 7 в неделю, со 100% точностью. Здесь нет человеческих ошибок и никаких эмоций. Здесь есть одна человеческая ошибка. И она сейчас смотрит на меня с экрана. Результаты говорят сами за себя. Просто посмотрите на это. Просто давайте покажем вам еще гигантский... Че это миллиард? Миллиард, чуваки! Давайте гоу триллиард долларов. One billion dollars! С 2006 года наша программа дала более одного миллиарда. С 2006? Слушай, мне лень пересчитывать твои... То, что ты там до этого говорил. Но мне кажется, опять нестыковка будет какая-то. Тиллиарда прибыли. Да, миллиард. Именно миллиард, а не миллион. Этот миллиард разделили многие. Клиенты со старой фирмы. Я, моя семья. Так, размещено сделок. Прибыльные сделки. Давайте, знаете, просто тупо поделим. Сука, где калькулятор закрыл, сука? Калькулятор. Вот давайте просто для смеха поделим. Один, ноль, девять, четыре, один, четыре, 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 пять, три. Делим на семь, один, ноль, пять, шесть. То есть, подождите. У вас сделано... Вы сделали 71 тысячу сделок. И у вас каждая сделка на 15 тысяч долларов. Блядь, ну как-то не может быть такого, что, знаете, каждая сделка на 15 тысяч долларов. Там должны быть какие-то маленькие сделки. Нет. Мне кажется, надо было написать, как минимум, миллион сделок должен был быть, чтобы такая сумма смотрелась более-менее на правдоподобное. Люди, с которыми я поделился программой, как только решил уводиться из фирмы в Москве. Именно тогда я и парни из тех команды, помогавшие мне в разработке программы, и основали компанию Quantum System Management. Причем ничего не зная о том, что такое торговля на бирже. И сегодня я даю вам возможность получить эту программу бесплатно. 36 минут уже пиздец, чувак. Давайте встретимся с некоторыми из этих славных парней. Давайте нет, давайте мы на этом, друзья, закончим. Ну, мельком глянем сейчас, что за парень. Вы можете целиком посмотреть этот ролик. Я забрал этих ребят в свою фирму и сделал их своими партнерами. Каждый день они дорабатывают и улучшают нашу программу. И благодаря этому зарабатывают миллионы рублей в год. Слушайте, ну ладно, на самом деле, снято очень хорошо, ребята реально заморочились. И, скорее всего, они правда зарабатывают миллионы долларов в год. Ну, не с помощью программы, конечно, а с помощью ребят, которые совершают как-то спонтанную, импульсивную покупку. Но не важно, не важно. Для нас важно только одно. От свободных мест одно. Что за свободных мест? Не знаю. Задать вопрос знатоку. Емейл, телефон. Да, спасибо, спасибо. Да, я хочу получить вип-доступ. Емейл имеет неверный формат. Ладно, в общем, ничего больше нового мы тут, похоже, не узнаем. Политика конфиденциальности. Нет, смотрите, здесь, правда, есть какая-то политика конфиденциальности, которую мне лень читать. Не знаю, что там написано. В общем, мне кажется, все это очень подозрительно. Опять же, это мое субъективное мнение. Я не говорю, что это 100% так. Я могу ошибаться. Но я могу высказать свое субъективное мнение. Я его только что высказал. В общем, друзья, подписывайтесь на канал. Будут еще Лох Патрули. Будут еще другие всякие передачи. Мультик что-то вот как-то у меня пока буксует. Не идет каменный цветок. Вдохновение ушло. Оно периодически уходит, приходит. Ну, я с этим живу уже многие годы. Оно обязательно вернется. Может быть, чуть позже. Я думаю, что вебка там говорит уда. Короче говоря, всем пока. До новых встреч. Не забывайте чекнуть свой город в описании. И прийти на нашу фан-встречу. Всем пока, друзья. А ты иди в хер.